Гораздо безопаснее и прибыльнее жилось, как мы сегодня бы выразились, всевозможным экстрасенсам, которые были в большом гламуре. Они стригли лохов, в том числе коронованных, в массовом порядке, вызывали добрых духов, изгоняли злых, увеличивали драгоценные камни, гадали и выражили, рисовали гороскопы, торговали волшебными зельями, а также, если не бессмертием, то долголетием в несколько тысяч лет. В общем, всего не перечислишь. Эти, в крайнем случае, отделывались лишь высылкой из города или страны, но случалось это редко. Звездами первой величины среди этой публики заслуженно считается отнюдь не святая троица. Итальянцы Калиостро и Казанова и субъект, чаще всего звавшийся Сен-Жерменом. Правда, у него в запасе была еще дюжина фамилий. Французская, немецкая, русская, испанская, португальская, еврейская, венгерская. Оба итальянца, надо отдать им должное, обходились собственными. Все трое титуловали себя графами, так гламурнее. Казанова и Сен-Жермен графьями были липовыми, а вот Калиостро, забавно, самым настоящим. Титул он официальным образом получил от тетушки, у которой не было детей, способных графству унаследовать. Интересно, что оба итальянца в юности имели прямое отношение к церкви. Калиостро не доучился в духовной семинарии, откуда сбежал. Казанова закончил таковую, а заодно и подуанский университет. Какое образование получил Сен-Жермен, а получил ли вообще, навсегда останется загадкой. Как и его настоящее имя, национальность, место рождения. Об увлекательных и лихих похождениях каждого из этой троицы можно написать отдельную толстую книгу, но к нашей главной теме это не имеет отношения. Да я писал о них подробнее в книге о Екатерине II. Отмечу лишь интересную подробность. Больше всего этим прохвостам везло. Больше всего денежек они насшибали в самых передовых, прогрессивных, цивилизованных, образованных европейских странах. Во Франции, особенно во Франции, в Англии, в Нидерландах. Стоило им заглянуть в места значительно менее цивилизованные, фортуна всякий раз отворачивалась. Еще до того, как в наших Палестинах побывали оба итальянца, при Елизавете в Санкт-Петербурге объявился колоритный персонаж, итальянский алхимик, судя по всему, искренне полагавший, что в дикой и варварской России ему свезет. Предложил в хорошем стиле своих коллег наделать кучу золота из битых горшков, за что просил не только много-много денег, но еще генеральский чин и высший русский орден Андрея Первозванного. Русские дикари и варвары отреагировали моментально и жестко. Алхимик вылетел за пограничный шлагбаум так быстро, что не сразу сообразил, что произошло и почему у него на заднице отпечаток солдатского сапога. Бедняга не следил за русской научной литературой и представления не имел, что в журнале Академии наук давным-давно напечатана статья, в пух и прах разносившая искателей философского камня и тому подобных мошенников. Во времена Екатерины Великой Казанове в Европе резко поплохело. Его последовательно выслали из Флоренции «Темные истории с подложным векселем», из Мадрида «Незаконное хранение оружия», из Вены и Парижа, не уточнил, в чем там дело, но, безусловно, очередные войности с законом. Граф решил окучить территории, где прежде не бывал, а потому ни в чем таком и не засветился. Приехал в Берлин и стал добиваться у Фридриха Великого какого-нибудь теплого местечка, вдохновенно расписывая, что он большой специалист по разбивке парков, искусный инженер-гидравлик, великий финансист и, наконец, большой знаток военного дела. Форменным идиотством с его стороны было изображать великого знатока военного дела не перед кем-нибудь, перед Фридрихом. Да и остальные его басни смотрелись неубедительно. Помимо военных талантов Фридрих немало сделал для государственного строительства. В массовом порядке использовал иностранных специалистов, не обращая внимания на их национальность и религию, полный впечатлением, что сам он не верил ни в Бога, ни в чём. Французы и евреи собирали налоги, вообще рулили финансами, так что со временем пустили во вращение конвертируемые и полновесные серебряные талины. Чехи строили плотины и занимались мелиорацией. Фридрих пускал в Пруссию всех иностранцев, кто собирался взяться за земледелие и какие-то полезные ремесла. Впервые в мировой истории посадил на землю цыган. Без насильственных методов цыгане, как миленькие, пахали, жали и сеяли. Ехидно замечу в скобках. После такого наплыва иностранцев все вопли нацистов о чистоте арийской расы выглядят полным идиотством. Одним словом, Фридрих быстро понял, что за птица к нему залетело. В шею не прогнал, обладая нешуточным чувством юмора, что легко понять, читая его переписку, изданную при Екатерине Великой России, он с милой улыбкой предложил залетному гостю должность воспитателя в кадетском корпусе. Не бог вещь что, конечно, но жалований хватит и на пиво с сосисками, и на недорогих девок, до коих Казанову был большой охотник, настолько, что его имя в этом плане стало нарицательным наряду с Дон Жуаном. Однако для великого мага подобное предложение было крайне оскорбительным, и он, распрощавшись, направился в Санкт-Петербург. То ли он слышал кое-что о бесславной участи двух помянутых алхимиков, то ли искал разнообразие. Как бы там ни было, в роли великого мага он выступать не стал, а позиционировал себя как видного экономиста, наподобие Явлинского. Он в ту пору считался европейской знаменитостью, ну, а то, что за ним тянулся изрядный шлейф криминальных скандалов, ничему, в общем, не мешало. В те бурные и интересные времена подобное числилось за многими знаменитыми людьми, в том числе и теми, кто не имел никакого отношения к магии и алхимии. Отношение к магам, алхимикам и астрологам у Екатерины было однозначно отрицательное, о чем подробнее позже. То ли ей стало любопытно своими глазами посмотреть на живого мага, то ли ее привлекла репутация крупного экономиста. Как бы там ни было, довольно скоро она Казанову приняла. Воодушевленный Казанова выложил кучу проектов. Как реформировать календарь, как развести шелковичных червей, как колонизировать пустующие земли в Поволжье и Сибири, как завести немалое количество шотландских овец, чтобы получать высококачественную шерсть. Екатерина даже больше, чем Фридрих, приглашала в Россию дельных иностранцев. Не берусь судить, как там обстояло с реформой календаря, но все остальные планы Казановы, в общем, были довольно толковыми и могли принести прибыль. Но наверняка они таковыми были лишь в кратком изложении, а вот детали Казанова, несомненно, приводил самые фантастические. В итоге Екатерина ни одного из его прожектов так и не приняла. И еще дважды принимала видного экономиста, беседовала о высоких материях, но не собиралась назначать Казанову даже воспитателем кадетского корпуса. Максимум, чего он добился — чашечки кофе, собственноручно поданные ее императорским величеством. Почетно, конечно, но денег это, понятное дело, не принесло ни копейки. С горя Казанова занялся любимым делом — эротическими забавами. Для чего прикупил в подмосковной деревне крестьянскую дивизу? Не у помещика, а у ее собственных родителей. Времена тогда стояли непринужденные, да и простой хозяйственный расчет диктовал. Девка в крестьянской семье лишнего. Когда-то еще удастся пристроить замуж. Крестьяне в любой стране и во все времена люди очень практичны. Однако имевшиеся при себе денежки тают. А от императрицы, теперь стало совершенно ясно, было не выцеданных никаких. Казанова собрал вещички и покинул Петербург тихо, культурно, без всяких скандалов и стычек с полицией, что ему далеко не в каждой европейской столице удало. Спустя некоторое время в Санкт-Петербурге объявился и Калиостру. Сначала ему повезло гораздо больше, чем Казанове, но потом повезло гораздо меньше. Конечно, первым делом он стал добиваться аудиенции у императрицы, но так ее и не удостоился. Светилом экономики он себя не объявлял. Представлялся чистейшей воды магом, а эту публику Екатерина терпеть не могла. К тому времени в столичном театре играли целых три сочиненных ею пьесы-комедии, в которых Екатерина беспощадно высмеивала искателей философского камня, всевозможных гадальщиков и прочих, извините за выражение, экстрасенсов. Это было огорчительно, но не смертельно. Некоторое время Калиостру болтался по великосветским салонам и домам аристократов, зарабатывая очень даже неплохо. Вызывал духов, пророчествовал и демонстрировал разные чудеса, имевшие большой успех. Калиостра на самом деле считался большим мастером по части фокуса. Не исключено, что он изучил переведенную на несколько языков немецкую книгу под длиннющим, как в те времена было принято названием, словарь натурального волшебства, в котором много полезного и приятного из естественной истории, естественной науки и магии, азбучным порядком предложено. При Екатерине II книгу эту издавали и в России. К превеликому сожалению, мне удалось раздобыть только первый том, от А до М включительно. Чтение интереснейшее. Масса любопытных фактов чисто научного характера, интересных и сегодня. Советы, как самому сделать воздушного змея или барометра. А также наставления, как с помощью подручных средств, порой довольно простых, убедительно изобразить нечто магическое. Хотите насолить соседу, с которым вы в ссоре? Устройте ему явление привидения. Нет ничего проще. Поймайте кошку, смолой закрепите у нее на лапках половинки скорлупы грецкого ореха и запустите к соседу на чердак ночной порой. Животинка примется громко топотать, а если кто и поднимется со свечой на чердак посмотреть, в чем там дело? Кошка, понятно, спрячется в темном уголке. Когда хозяин уйдет, снова раздастся топот, не мудрено принять за настоящее привидение. Примерно так, только на более высоком уровне, Калиостро дурил знатных лохов, что блестяще спародировано в великолепном фильме Марка Захарова «Формула любви». Ну а параллельно Калиостро вовсю торговал эликсирами вечной молодости и даже, кажется, бессмертия и микстурами от всех болезней сразу. Наверняка черпал из одной бочки. Увы, в данном случае наши соотечественники ничем не отличались от просвещенных европейцев. Волшебные эликсиры расходились, как мороженое в жаркий день. Из чего их варил Калиостро так и осталось неизвестным. Наверняка из лебеды и прочего бурьяна, сорванных, чтобы далеко не ходить у себя же на задворках. Что ж, по крайней мере, от этих эликсиров никто не только не помер, но и по носу не заработал. А это несомненный плюс. Ограничься он этим, все было бы в шоколаде. Но великий маг заигрался. Соблазнившись обещанными огромными деньгами, взялся исцелить смертельно больного грудного ребенка из весьма знатного и богатого семейства. Увез его к себе, но поскольку в медицине разбирался как-то приблизительно, ребенок умер. Калиостро купил у каких-то бедняков из подмосковной деревни подходящего по возрасту ребенка и торжественно предъявил его родителям в качестве исцеленного волшебными эликсирами чата. На чем и крупно погорел. Это нам, мужчинам, все младенцы, по себе знаю, кажутся одинаковыми, как горошины из одного стручка. А вот женщины обладают каким-то полумистическим даром вмиг отыскать своего ребенка среди множества его ровесников. Мать едва ли не мгновенно обнаружила подмены. Вот это уже были небезобидные забавы, вроде зазывания духов и прочих оккультных шалостей, на которые смотрели сквозь пальцы и власти, и спецслужбы. Поблизости замаячили хмурые господа из тайной экспедиции, как при Екатерине ради пущего благолепия нарекли зловещую тайную канцелярию. Жутковатая была контора, ничем не уступавшая венецианской инквизиции, считавшаяся самой лютой из всех европейских инквизиций. Разве что работала без малейшей религиозной подоплеки? Калиостров уносил ноги из России в величайшие спешки. О двух итальянских парохвостах следовало рассказать еще и потому, что оба они побывали в Петербурге. Бог даст, когда-нибудь напишу отдельную книгу о бывавших в Питере знаменитых, в том числе и печально знаменитых иностранцах. Позже на сцене театра в Эрмитаже была поставлена комедия «Обманщик», сочиненной личной императрицей. Государыня вывела Калиостров под труднопроизносимым именем Калифалк-Жерстон. До сих пор можно прочитать в недавно вышедших книгах, что в Санкт-Петербурге побывал и третий член Звездной Троицы Сан-Жермен. И не просто побывал, дружил с Александром Орловым, сыграл какую-то роль в свержении Петра Третьего. Вот только пребывание в России Калиостров и Калиостров и Казановы прекрасно документировано, а о Сан-Жермене в архивах ничегошеньки нет. Мемуаристы тех времен, а их было немало, ни словечком не упоминают о Сан-Жермене. И Казановы, и Калиостры кончили смело, можно сказать, уныло. Спрос на магов и гадателей не уменьшился нисколько, но оба к пожилым годам как-то подрастеряли прежнее искусство мастерски разводить лохов и подрабатывали, чем придется. Казанова в период особого безденежья трудился мелким стукачем той самой Венецианской инквизиции. Закончил свои дни в Чехии библиотекарем в имении графа Вольтштейна. Калиостре не повезло еще больше. В конце концов он приехал в Рим и попытался провернуть фокус, несколько раз приносивший ему неплохие денежки в разных европейских столицах, где он учреждал египетское масонство с собой любимым во голове, драл слог в солидные вступительные взносы, делился частичкой тайных знаний египетских жрецов, обещал духовное и физическое совершенство и даже 5557 лет жизни. Почему он выбрал именно эту цифру, даже не круглую, я так и не понял. И всякий раз успевал вовремя смыться с набитыми золотом карманами. Этот финт он решил проделать и в Риме. Где у него были мозги, решительно непонятно. Это было примерно то же самое, как если бы торговать у мечети свининой. Давненько уж папа римский в те времена не только духовный, но и светский владыка, правивший немаленькой папской областью, издал указ, по которому смертной казни подлежал всякий, решивший бы завести в его владениях, масонство, неважно какое, хоть египетское, хоть папуасское. Калеостру сгребли едва ли не моментально. Следователи в короткие сроки ухитрились проделать титаническую работу. Старательно восстановили в мельчайших деталях трудовую биографию Калеостра и историю его многолетних гастролей по Европе. Получился толстенный том с превеликим множеством, как ныне говорят, доказанных эпизодов. Пытать его не пытали. На дворе все расстояли новые времена. Следователи поступили в соответствии с духом времени. Напечатали досье для широкого распространения, благодаря чему немало экземпляров сохранилось до нашего времени. Неизвестно, собирались ли ему всерьез отрубить голову. Прежде чем состоялся суд, Калеостру расхморался и помер в камере. Как водится, самых упертых его фанатов, никакие печатные разоблачения ни в чем не переубедили. На этом фоне особняком стоит судьба третьей звезды — Сан-Жермен. Как и его настоящее имя с национальностью, смерть графа окутана мраком совершеннейшей неизвестности. Похоронен он вроде бы в Италии, но могилу отыскать так и не удалось. После смерти все бумаги Сан-Жермена старательно сжег его покровитель Гессенский Курфюрст. Отсюда можно и сделать вывод, что умер маг все же в Германии. Год смерти вроде бы известен — 1784. Однако при рассмотрении выясняется, что это не год смерти, а год, после которого имя Сан-Жермена перестало упоминаться в документах эпохи. А это вовсе не означает еще его смерть. Одним словом, совершеннейший мрак. Словно открылась однажды некая дверь в стене, и оттуда вышел этот загадочный человек, а потом в эту же дверь удалился. Из-за этой полной загадочности Сан-Жермену выпала посмертная судьба, какой не удостоились две остальные звезды. С завидным постоянством возникали пересуды, что Сан-Жермен, в свое время уверявший, что живет на свете пару тысяч лет, встречался с массой исторических личностей прошлого, в том числе и с Иисусом Христом, вовсе не умер, а продолжает странствовать по свету под разными именами. Говорили, что его видели во время французской революции в одной из тюрем среди заключенных аристократов, что видели в середине XIX века в Италии, а где-то еще перед Второй мировой войной. До сих пор существует секта так называемых баллардистов, которые почитают Сан-Жермену наравне с Христом. Хорошо еще, что к нам эта публика как-то не заглядывала. Нужно признать, неблохая карьера получилась. Да и мемуары Казанова издаются до сих пор как любопытные документы пой. Один бедняга Калиостро, незадачливый сеньор Джузи, оказался в тени. Теперь поговорим о гадании и прорицании. Точнее, об одной единственной представительнице этого интересного ремесла. К Петербургу она не имеет никакого отношения, но очень уж яркий, колоритный пример. Да, мы во многом заложившие основы и очертившие направления, по которым впоследствии двинутся многочисленные последователи и последовательницы. Вздумай кто-нибудь составить первую десятку самых знаменитых ворожей и гадателей за последние два с лишним столетия, наша героиня без малейших натяжек оказалась бы там. Мадемуазель, она так никогда и не выходила замуж, Мария Ленорман, рабочий псевдоним, Сибилла. Как и подавляющее большинство ее сестер и собратьев по ремеслу, родилась в глухой провинции и происхождение было самого простого. Вскоре после начала французской революции, подобно многим энергичным молодым провинциалам обоеву пола, стремившимся завоевать столицу, девушка приехала в Париж из родных мест, где трудилась то ли магисткой, то ли белошвейкой. В точности никогда не будет установлено, да и особой необходимости в этом нет. Девятнадцать лет. Ума и энергии хоть отбавляй, но не гроша за душой. Связей и покровителей тоже нет. При таких стартовых условиях подняться адски трудно. Шитьем особых денег не заработаешь, к тому же немало денежных парижан, которые могли бы стать выгодными клиентами, либо сидели по тюрьмам, либо по причине дворянского происхождения бежали из Франции. Остается разве что податься в путаны. Спрос на них есть и во времена всевозможных революционных потрясений. Но, если рассудить, заработки рядовых тружениц панели не так уж и высоки. А для того, чтобы войти в высшую категорию элитных камелей, наподобие знаменитой Теруань де Мерикур, должно быть, не хватало красоты. Как выражались когда-то, кругом шестнадцать. Четыре сбоку и ваших нет. Печалька. Будь это в более отсталые реакционные феодальные времена, провинциалочка, скорее всего, подалась бы все же в проститутке. Или поднимай выше трактирные служанки. Ну, или за гроши занималась бы шитьем. Однако, к счастью девушки, было всенародно объявлено, что век просвещения достиг своей высшей точки, и наступила эра разума, покончившая в том числе и с поповскими суевериями. Печальный исторический опыт показывает, как только где-то заведется эра разума, В первую очередь отчего-то расцветают всевозможные мистика и оккультизм. Вспомните хотя бы угар перестройки, не к ночи будь помянут. По всей Франции рушили церкви, убивали отказавшихся присягнуть революции священников. Поскольку совсем уж без веры как-то и нельзя, срочно ввели некий культ верховного существа, в котором мало что понимали сами его создатели, а широкие массы ничего не понимали вовсе. Эра разума раскрутилась на полную катушку. Уводите детей и женщин, тушите свет. Уловив текущий момент не хуже радара, мадемуазель Марии, должна быть, наскребя все же кое-какие деньжишки, сняла помещение под кабинет и объявила, что предскажет будущее любому и всякому. Ну, разумеется, не бесплатно и не за гроши. Небедный народ повалил валом, получая за свои денежки убедительно выглядевшие и красиво оформленные предсказания. Обстановка была самая завлекательная. Материализация духов и раздача слонов производила нешуточные впечатления. Когда знакомишься с многочисленными творческими методами милой Марии, порой дух захватывает. В самом деле впечатляет. Мадемуазель гадала на картах, по звездам, по линиям руки, на кофейной гуще, на яичном белке, на расплавленном свинце, по лампаде, по покойникам, с помощью чародейной лозы, по полету птиц. Впечатляет? Вот то-то. С самого начала ворожья озаботилась тем, чтобы подобрать эффектный творческий псевдоним. В подобном ремесле он играет огромную роль. Оглянемся на наши сегодняшние реалии. Вряд ли нарубит бабла колдунья Нюша или ведьма Пелагея. Зато магистр черной магии Анжелика или потомственная ведьма Изабелла совсем другие расценки. У проституток, кстати, обстоит точно так же. Черта с два вам попадется Дуня или Маня. Косяком идут Анжелики с Изабеллами. Желающие узнать будущее шли рядами и колоннами, пихаясь локтями в очереди, словно в битком набитом московском трамвае из романа «Золотой телен». Денежки текли приятно звенящим потоком. Не знаю подробностей, но уверен, что бумажками вражья не брала. Во времена всевозможных потрясений умные люди с ними не связываются, предпочитая золото и серебро. Расходы на реквизит были минимальными. Яйца и свинец стоят недорого и окупаются быстро. Птички вообще летают бесплатно, а покойники не протестуют, когда их используют для гадания. В чем заключалось гадание по покойникам, я пока что не доискался, но обязательно когда-нибудь докопаюсь. Жутко интересно. Так вот, наша резвушка псевдоним себе подобрала подходящий — Сибилла. Так звали легендарную древнеримскую колдунью и выржию, в переводе — вдохновленная богами. Во времена революции была большая мода на все древнеримское. Сибилла процветала, несколько раз переезжала в помещение все более и более респектабельное и, наконец, обосновалась прочно в доме номер пять на Рюи, то бишь по-нашему на улице, де Турном, где устроила вовсе уж роскошный кабинет. Без этого в подобном ремесле просто нельзя. Ворожия, сидящие в обшарпанной комнатенке, свисящие на шнуре без люстры электрической лампочкой, впечатление на клиента не произведет и особых денег не заработает. А, впрочем, и в наше время роскошная люстра не годится. Непременно нужно загадочное мерцание свечей, магический хрустальный шар и прочие завлекательные декорации. Вот только, на мой взгляд, чучело-крокодила под потолком, как это любили о средневековой алхимике, уже перебор и пошлость. Я лично его бы не вешал, но свечей не пожалел бы. Сибилла выпустила в сжатые сроки несколько книг о себе любимой. Тиражи разлетались со свистом и за пределами Франции. На испанской границе, откуда хмуро поглядывали на соседское коловращение жизни и громыхание эры разума инквизиторы, они, правда, поневоле притормозили, но во всей остальной Европе расходились бойко. Что в католических странах, что в протестанских, что в нашем богоспасаемом отечестве, где самые продвинутые со всем пылом приобщались к передовой европейской культуре. Вполне возможно, Сибилла, первой в истории книга торговли, придумала крайне эффективный маркетинговый ход. На обложках ее книг печатался длинный список книжных магазинов по всей Европе, где эти книги можно было бы купить, в том числе в Москве и Петербурге. Спешу сообщить, что наши предки в этом плане нисколечко не отставали от прогрессивного Запада. К Сибилле в немалом количестве заявлялись дамы и господа из высшего общества, сливки аристократии. Эти и серебро презирали, расплачиваясь исключительно золоту. Правда, потом их число изрядно поубавилось. Не из-за разочарования в талантах мадемуазель Мари, а от того, что везучие обосновались в эмиграции, а не везучие по тюрьмам. Доходы ворожаи и от этого ничуть не убавились. Чаще всего люди стремятся узнать будущее в смутные времена, особенно когда свирепствует революционный террор и отсеченные головы падают в корзины, как сухие листья светок. Аристократия в массе своей оказалась на фонарях, в эмиграции, в тюрьмах, на эшафоте. Но ей на смену пришли лопавшиеся от денег всевозможные темные дельцы, разбогатевшие на распродаже конфискованной дворянской недвижимости, финансовых спекуляциях и поставках в армию. Им тоже было интересно узнать свое будущее в эти зыбкие времена. Так что Сибилла процветала по-прежнему. Уточню еще, при всем уме и оборотистости ей все же не пришло в голову увешать себя фантазийными орденами размером старелых. Время для таких забав еще не наступило. Недочет восполнили наши нынешние ведунья. У каждой второй непременно на цепи, на шее красуется какая-нибудь звезда высшей магии самой высокой степени или аналогичная блямба с красивым названием.